Да, но не знаю, на самом деле тут, знаешь, вот команда сейчас должна показать, что это их пик, и они здесь на нем хорошо играют. Интересно, что вот у нас старт, оптики уже падают в дроп-рум, и вроде как укрепление б-планта от клоудов. Хорошая флешечка, слепой нафинг, пытается принимать выход от оптиков, оптики делают просто сплит 3 плюс 2, а Тарик Станислав и Тарик! О-о-о-о! Скажет Дудовом, попытается, правда, затащить, но нет, не получается, Станислав его ликвидирует этот раунд за командой Оптик Гейминг, очень быстрый выход на точку Б, который сработал. Да, довольно простой раунд, обратите внимание, что сделали просто сплит, 3 дроп-рум, 2 платформа, и это оказался абсолютно рабочий вариант, были хорошие точечные флешки. Игроки Клауд Найн, которые должны были принимать выход, полностью были слепые, ну и Клауда проигрывает пистолеточку, хорошее начало для североамериканского клетива. В данном случае Оптик, ну, тут, к слову, нужно отметить, что игра это у нас в этом коллективе американцы, канадцы и испанец. Да, Микс Швелл и испанец, который в этом раунде играет с UMP45. Ну, закуп недефолтных пистолетов от команды Клауд Найн, есть Диггл от Шрауда, который отвечает у нас за флота, Сью-Токей будет действовать вместе с ним, да и в целом-то это схема 3 плюс 2 в защите от команды Клауд Найн. Оптики пока играют очень медленно, ждут они агрессию от Клаудов, но те пока довольно пассивно купили себе арморов, купили хороших пистолетов. Могут они в целом-то принимать B, но решили сейчас все-таки отойти с этой позиции, похолдили-похолдили и начинают отдавать B плент, хотя, опять же, информации никакой на A нету. Там у нас Аутиматик и Nothing находятся, ну и Микс Швелл тут в дропруме тусит. Кстати, вдвоем играют, здесь остаются два игрока Оптик в дропруме, а трое идут через мидл на Аплент. Да, 3 плюс 2, зажим Аплента у нас будет от команды Оптик Гейминг. Ну, посмотрим, как у нас работает звено Аутиматик и Nothing, которые находятся на боковом. На боковой как раз-таки с атаки тоже должен кто-то идти, и я думаю, что там у нас кто-то появится однозначно. Гмикс, выпад через верх-низ, и все-таки отстреливает он Скадула, который выходил с окна у нас через коннектор. Шаут тем временем убил у нас на флая, пока что 4 в 4, но нам бомба будет поставлена на Апленте. Nothing! Заходил через мидл на Раш, эту позицию прочитал. Тут что интересно, Оптики прошли на А, установили бомбу, но 2-то игрока было у нас в рукаве, и огромные проблемы сейчас. Сейчас просто невероятные у Оптиков, у Дарик остается один против троих. Как же бездарно разыграли у Оптики этот раунд, и берут Force by Cloud9 в ответ. Хотя все казалось, что было все вроде как неплохо, и в целом-то большинство команды Оптик вышло на точку А, поставило бомбу, но потом пистолеты, которые перестреляли своих соперников, это Стюит Окей, который сделал 2 минуса в этом раунде. Шраут и Nothing вместе с Аутиматиком тоже подключились, и это, соответственно, ответ от команды Cloud9. Очень даже неплохой, 1-1. Да, ну и сейчас Оптикам нужно делать эко, возьмут P250, с глоками кто-то будет, ну и потом уже дальше пробовать брать следующие девайсные раунды, исправлять те ошибки, которые они допустили в прошлом. Да уж, ну, возможно, Оптикам стоило просто выйти там очень быстро на точку B куда-то, или понестись, не пытаться что-то придумать. Не, они вышли на нормально все. Но потом дальше просто действовали, да, против пистолетов по одному, то есть не было хорошего размена, соответственно, пистолеты в таких ситуациях просто один на один перестреляют своих соперников, тут не залетело у Оптиков, но залетело у их соперников. Ну и, соответственно, сейчас атака у нас играет с P250, есть смог от Станислава, куда же он полетит? Оптиматик присматривает в мидл, Оптики там у нас с пистолетами тусят, 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 решили все-таки убежать на B, оставили они бомбу в рукаве, и Тарик тут играет в Зиге, то есть у нас будет такой типа фейка, да, от Оптиков они сейчас будут выходить на B, а потом бомба уже под шумок будет все-таки пытаться пройти на Аплент и поставить пакет, в данном случае это Раш. Ну и вот он на флай, он будет выходить с дропрума, возможно, даже вдвоем будут делать это игроки команды Оптик, ну и вот он выход. И выход на шаут, а его МПшку, и какая стрельба, три минуса от этого парня, ну и, соответственно, потом уже работа, о, тематика, который запер выпад от Арика и Раша, бомбу даже до Плэнта не удалось донести у нас ребятам из команды Оптик Гейминг, это очень уверенный раунд от команды Клауднайк. Но есть бай, Миксл что-то немножко поторопился с закупкой, вместо того, чтобы взять легкий армор, он почему-то купил молотов, и сейчас сидит и понимает такое, что, а нет, он купил такие армор, нет, это я. Ну и в целом там просто по гранатам у нас все очень плохо у команды Оптик Гейминг, очень скромно я бы даже так выражался. Посмотрим, на стрельбу возможно получится, мы уже отмечали, что Оптики, это у нас команда сверхагрессивная, которая играет от стрельбы, и иногда это действительно получается. На Дася не получилось, но и сейчас тоже после отличной первой пистолетки слились. Стиви занимает позицию на платформе, Оптики уже готовы в дропруме действовать, смотрят лево-право, но мы видим, что Клауда играет пассивно на этой позиции, пока они не дерутся в дропруме. Шрауд у нас чекает с деглом, но при этом у него есть и УМПшка в руках на флай перед медлом. Два игрока в целом у Оптик, пока очень пассивно действует на Аппленте, и в общем-то Дефенс себе спокойно и комфортно сидит и держит 3 плюс 2. Три игрока находятся на Б, два игрока находятся на А. Ну и вот похолдили, похолдили Оптики, и вот возможно это будет поздний выпад на точку Б. Но гранат, вообще ни одной гранаты просто. Как выходить? Абсолютно никакого раскида, но хотя бы там один-два смока могли бы помочь ребятам из команды Оптик Гейминг. Миксвелл уже находится на верхнизе, готов делать выпад с этой позиции. Там уже в принципе 4 игрока команды Cloud9 готовы к агрессии своих оппонентов на точке Б. Ну никакого экшена Оптики на А не давали, поэтому в общем-то Cloud9 сместились на Б и вчетвером держат эту позицию. Ну, к слову, Скадудл будет у нас действовать в коннекторе. Шрауд, хорошая флешка. При этом еще есть, мы видим, Смок, который не выпускает. Ну читаются, читаются сейчас Оптики, 20 секунд до конца раунда. При этом еще не прочекали Стюи, который выходит, делает минус по Станиславу, делает еще один минус на Тарик. В это время Шрауд закрывает Миксвелла. Проблема, огромная Оптика, они не могут нормально зайти на Б-плент. Раш делает минус по Стюи, выпадает бомба после того, как Шраул сделал килл на нафлайе. Ну и 10 секунд до конца раунда Рашу уже нужно уходить на сейф. Тут молодцы, Клауд Найн. Каждый сыграл на своей позиции в плюс. И, конечно же, Стюит Укей, который сделал два минуса. Хотя в его позиции на нуле на плато его контролили, но все-таки он смог найти тот самый тайминг и забрать своих оппонентов. Ну и, соответственно, это уже два раунда преимущества для североамериканской команды Клауд Найн. Посмотри, что у них по экономике. Все просто шикарно. Чего нельзя сказать о команде Optic Gaming, которые сейчас будут играть с четырьмя пистолетами и одним АК-47? Ну, опять же, благодаря экономическому раунду, который взяли Клауда, действительно, у них сейчас экономика просто шикарная. Ну и сейчас оптики будут диотека. Один засейвленный девайс от Раша. Это Калаш с Кадудлс. АВП довольно быстро в начале раунда занимает рукав. Оптиматик тут действует в Матриксе, так называемо. Оптиматик хорошая флешка. Нафлай полностью слепой. Но он, кстати, вот подозревает, что здесь есть оппонент. Кадудл находит фрах на Станиславе. Да, нафлай там пытается все-таки внедриться у нас на АПЛЕН. Слишком много гранат летит со стороны команды Клауд Найн. Но он все-таки уходит в оранжевый. И, возможно, будет сюрприз для Натинга. Но тот перестрелит, переводится на соперника. Ну и хорошая хаишка отлетает у нас крашу. Хотя я думал, что она намного больше дэм уже нанесет. Всего лишь минус 16 по АК-47 в стане команды Optic Gaming. Будет дальнейший выпад на точку Б. А там Стюйт, окей, на монументе готовы работать вместе с Натингом в компании. Минута еще для того, чтобы сделать выпад команде Optic. Но здесь уже нужно принять какое-то решение. Стюйт замечает соперника. И перестреливает Раша. АК-47 отлетает в руки Миксвеллу. Но тот все-таки отпускает своего оппонента. Еще и дальше живет Стюйт, что самое интересное. Дает еще информацию по Тарику, который находится на плато. Мы попытались максимум в этом раунде выжать оптики из того, что у них есть калаш. Были P250, но мы видим, что ни одного кила не нашли оптики. И в конечном итоге Клауда забирает четвертый раунд. Сейчас у нас будет бай от оптиков. Пока на оружии мы видели... Что мы видели? Только один оружейный раунд за этих пять. И это был без гранат выход сплит, дропрум плюс платформа. И тогда ничего не получилось. Потому что очень легко прочитали Клауда своих оппонентов. Сейчас новая история. Новый оружейный раунд. Ну, возможно, в этом что-то получится у оптиков. Да уж. Ну, с одним тэком вынужден действовать тут Раш. Ну, здесь ударная сила на руках у Нафа Тарика, Станислава Миксула, АК-47. И довольно-таки активное действие от Аутематика и Натанга на боковом шрауд. В одиночку убивает Раша на верхнизе, но тут же размен от Миксула. Такой размен, а именно равный в пользу террористов. Посмотрим, как они реализуют это преимущество. Ну, бомба пока перед Б. Мне не очень нравится игра оптиков в этом плане. Они абсолютно не шатают А точку и не заставляют двигаться клаудов. Те себе спокойно, комфортно смотрят А плент. Сейчас уже стянулся Nothing на Б. Ну, и вот оптики, ну, не знаю. Я, если честно, вот они-то пикнули карту Кобблстоу. Ну, как-то зачем это нужно выигрывать? Говорить, но в целом-то уверенности не прослеживается. Вот я с тобой согласен. В этом моменте у нас выпад на точку Б идет. Скадула упал от себя, флешку откидывает. И Смок просто с ВП врывается. Там Миксула убивает абсолютно слепую. Стьюет. Окей, врывается. Его никто не прощекал в этом углу. Он уже делал оттуда минусы. Какая ошибка от команды Optic Gaming. Станислав только сейчас его убивает. Ситуация 2 в 2. На флай. И он делает ключевой минус Nothing под флешку. Врывался, но ничего абсолютно не сделал. Тут Оптиматик должен играть на размере. Ситуация 1 на 1. И он умирает от рук АК-47 Станислава. Все-таки оптики выиграют этот раунд. Это интересно. Деньги есть у Cloud9. И оптикам нужно не только брать вот один раунд, который они только взяли. Нужно брать серию, да. То есть нужна хорошая серия для того, чтобы как-то в атаке все-таки набрать побольше раундов. Потому как это ваш пик. И вы здесь должны показать весь арсенал своих тактик. Я надеюсь, что когда-то мы увидим Моутов, который летит на позицию к Стюитуке и в этом углу. Да, кстати, это вот довольно странно. То, чего я опять же-таки желаю ребятам из команды OptiGaming. Подсадка Скадула на верхнестом. В принципе, он может сделать минус на Нафлайе, который находится с другой стороны ринга. Но вот вопрос, пойдет ли дальше? Четыре игрока у Cloud9 на точке B. Мы видим, что оптики решили играть чаще всего. Ну, пока мы не видели. Мы только один раунд видели на А. Это был антиэкономический, который проиграли. Ну и вот оптики, судя по всему, сломав зубы А-Плэнд, решили теперь ломать его постоянно А-Б. Пошел выход на А-Плэнд. Скадула забирает на Флайе. Стюби тут как лев борется на Плэнте. Но все-таки погибает Миксвелл. И Станислав делает по киллу Шрау. Тут действует за камнем. Пытается очень... Какая флешка прилетела по Миксвеллу. Абсолютно слепущий отлетает от Шрауда 3 в 3. Но бомба поставлена. Это уже плюс для команды оптигейминга. Раш на платформе. Очень хорошая у него позиция. Он также тут за ступеньками может на ступеньках хорошенько отмонцевать. Шрау заходит на плэнт, погибает от Раша. Раш! Все-таки в итоге падает от Автематика. И Автематик делает еще один фраг. Тарик у нас находится на платформе. Для него проблема ситуации 1 в 2. Только что он просто продал своего тиммейта. И Молотов не туда у нас летит. Но он убивает Скадула. И Автематик все-таки вот. Куда полетел Молотов? Ну он... Ты же видел, как тяжело было его кинуть. Он понимал, что где-то близко находится Автематик. И 2 в 1 ситуация. Понимаешь? Ну тяжело точно бросить гранату. Так и есть. Но вот была у нас ситуация буквально на пару секунд. 2 в 2. И на планете находился один из игроков команды оптигейминг. И Тарик должен был его прикрывать, но не смог. Ну там или он просматривал как раз-таки плато. Или по таймингу не успел. Но в целом-то не самый лучший раунд от команды оптигейминг. Не самый лучший розыгрыш. Хотя все было очень хорошо. Я напоминаю, что это был выход 4 в 3. Шикарнейший счет. Шикарнейшее начало. Клауд Найн. И не самая уверенная игра от оптиг. Ты знаешь, как я отношусь к командам, которые постоянно ходят на Б. Мне кажется, что эти команды не умеют играть Кобблстоун. Но на самом деле это только ощущение. Просто вот хотелось бы увидеть атаки по всем фронтам. Даже если это будет там Б плэнд. Но чтобы это была довольно какая-то активная работа. Чтобы было видно, что дефенс двигается. Пока Клауда вполне себе комфортно в четвером принимают Б. И даже не напрягаются. Я вызываю к оптикам. К их уверенности. К этим оптикам, которых мы просматривали два дня назад. Пока что они не просыпаются в этом раунде. Вряд ли это получится. С Тьюи Токей уже два минуса. Хорошая стилиба от молодого С Тьюи. И также третий залетает. Может быть даже четвертый С Тьюи. Нет. Все-таки Шрау тут решил съесть этот кусок пирога. И добирает Тарик. К6-2. Четыре раунда преимущества у команды Клауд Найн. Пока что этот Коблстон идет под их диктовку. Абсолютно по сценарию этого коллектива проходит данная встреча. Да. Ну и пока оптики разочаровывают. Давайте, оптики, собирайтесь. Покажите нам всю красоту своей игры в атаке. Если честно, ничего интересного пока мы от них не увидели. При том, что очень интересная команда. Да. Вот очень, ну не то чтобы сложно, но больно наблюдать за тем, вот как они сейчас отыграют. Они сейчас не могут собраться. И самое интересное, не используют тайм-ауты. Ну, возможно, считают, что еще рано. Опять же, они, может быть, еще не показали все свои тактики. Они считают, что, возможно, нет каких-то таких сложных решений. То есть сейчас нужно попробовать построить свою атаку, вот как минимум, на Аплен. Ну и вот, собственно, что делают оптики. Они делают нетипичные для себя действия. Они чекают рукав. То есть это уже какая-то информация для клоудов. Шрауд погибает в дроп-руме. Ну и большинство для оптиков. Можно попробовать его реализовать. Утематика очень опасная позиция. Он должен забрать на флай. Оставляет его абсолютно красным. И отходит сейчас с другой стороны. Оптики все-таки зажимает. Утематик, как же он здесь борется? Просто как лев. Оставляет одного красным. Все-таки делает минус на Станиславе. Но Тарик отвечает по утематику. И, в общем-то, пока преимущество сохраняется для оптик. Да, но здесь у Скадудла уже есть поддержка от Натинга, который на перетяжке действует. Забирает красного. А на флай также переспраивает раш. А тут же Тарик вступает в этот момент и за боль своего тиммита. Отвечает Скадудл. Не пропускает оптик. Тарик погибает абсолютно без шансов. Он не тот даже угол смотрел. Еще и второго также забирает у нас снайпер команды Клауд Найн. Это был Миксулл. 7-2. Нужна пауза. Нужна пауза. Наконец-то. Да, вот в этом моменте был антрекилл и вроде как было преимущество для оптиков. Но вот обратите внимание, даже вот выход на мидл, да, только что. Как игрок Клауд Найн сел посередине мидла и сделал два килла. Очень неудачно играют оптики еще и на размене, кроме всего прочего. То есть там, где они получают преимущество, они его тут же теряют. То есть не могут вот, ну не знаю, просто абсолютно не клеится игра от оптик. Ну и на флай, на самом деле, вот на дне статистики тоже мы нечасто отмечаем. 1-0-8. Хотя это один из лучших игроков команды оптик гейминг. Ну, возможно, после этой тактической паузы у нас этот коллектив включится. В данную встречу напоминаю, что это их пик карта Cobblestone Dust. Они проиграли со счетом 12-16 и сейчас борются за жизнь на этом чемпионате. Да, проиграться и идти домой. Борются, это громко сказано. Ну не борются, не, не борются. Если честно, очень невнятная игра от оптиков. Притом, вроде как, Dust был, ну, такая довольно серьезная заруба. И счет был, можно сказать, близкий. Automatic принимает middle. 2 делает минус, а Mixwell отвечает. Дальше оптики двигаются на Apland. Можно подобрать M-ку. Skadudel с AWP работает в рукаве. Он тут закрывает еще и смоком этот выход сбоку. Ну и, собственно, мы видим, что оптики раздобыли M-ку. Но меняют свое направление ровно с медла на выход с боковухи. Нет, раскитоки будут выходить чисто на стрельбу. У нас троица бойцов команды Optic Gaming. Skadudel решил все-таки отойти на дефолт. Это решение абсолютно адекватное, потому что, ну, не хочется терять AWP. Согласись. Молотов у нас пока что лежит на боковом. Нет агрессии от оптиков. Но нужно уже выходить. Есть еще, конечно же, минута. Возможно, стоило попытаться там перетянуться на точку B. Но в любом случае их везде будут встречать у нас Cloud9. Так что нужно здесь уже делать ключевые минусы. Skadudel готовится принимать соперника на дереве. Получается забрать Станислава. Mixwell убивает шрауда. Skadudel щелкает испанца. И также переключается на пистолет 5-7 и убивает на флая. 8-2. Победа команды Cloud9 на первой половине этой карты. Видишь, Skadudel начал попадать. Да, наконец-то. Да, из трех он двоих убил с AWP. Одного добил с 5-7. То есть уверенность это тоже дает команде. На самом деле, когда у тебя твой снайпер попадает, да, закрывает выходы какие-то. Ключевые минусы делает. И, конечно, это очень приятно. Ну и оптики в поиске своей игры оптимальные. Напомню, что они взяли пистолетный, отдали эко-раунд. И пока только один раунд у них в активе. Очень хочется увидеть камбэк от оптиков. Ну вот, нет уверенности. Нет уверенности в первую очередь у них. А тут нужна поддержка от зала. Возможно, она и есть, но пока нет реакции от оптиков. Mixwell выпускает уже его на мидл. Там не прочекает у нас автоматика Станислав. Он выходил на это ВП, которое, в принципе, даже, не факт, что выстрелило. Ну и у нас, кстати, вот уже идет выпад через нижнюю арку. И бомба будет установлена. Но 4 в 5 этот раунд будет продолжаться для команды Optic Gaming. Посмотрим, получится ли нет с Кадудл. Подсад, кстати, очень интересно. Что хорошо, для оптиков они отрезали рукав. То есть, в принципе, они понимают, где находятся игроки команды Cloud9. Но те сейчас будут делать ретейки. Очень важная позиция у Нафлая, который находится в мидле. Тарик забирает шраунда. Аутиматик уже выходит через дерево. Чекает плент. Какая есть информация? Нет, пока никакой для него информации. Nothing находит Нафлая. Аутиматик делает минус по Тарику. И это один из важнейших минусов. Просто легчайший ретейк от Cloud9. Обрати внимание, просто настолько безошибочная игра. Там еще ключевой минус был от Nothing на Нафлая. Действительно, ты очень правильно выразился. Но он смотрел спину. Что самое интересное, Nothing перед этим еще выкинул хаешку. Молотова в пристройку. Соответственно, потом уже оптики вынуждены были действовать. Как-то двигаться. Ну и двигаться прямо на прицел к своим соперникам. Это провал. Пока что 9-2. Не ожидал я такой. И пока что мы просматриваем то, что не помог абсолютно ничем. Тот тактический момент. Пауза команде Optic Gaming. Да, они вышли на точку А в очередной раз. Но они смогли защитить бомбу поставленную. Не ожидал я такой однокалиточной катки. И вот оптики попытались зайти на Аплэнд. Но даже зашли. На самом-то деле зашли. И попытка была неплохой. Была ситуация 4-5 вполне рабочая. На флай очень быстро выходит в мидл. Вернее, на платформу Тарик забирает Nothing. А там сейчас... Как они разминулись. Да! Что с ним делать? Что с ним делать? Возможно даже посадить на нож или нет. Стюит ОК. Выходит просто в спину. И замечает еще и второго. Господи. Один отлетает. Второй тоже. Бомба уже на земле. И это возможно переворот в этом раунде от Стюит ОК. Против него действует раш через лестницу. Да, все-таки забирает. Замечает еще и Аутиматика, который заходил через плато. Ну и должны уже оптики забирать. Этот раун себе в актив. Но Аутиматик будет бороться. Хэдшот по рашу. И он уже в ситуации 1-2 против Тарика и Миксвелла. Так. Под смог выходит Аутиматик. Есть информация по нему для оптиков. Тарик. Что это было? Еще и третий залетает. Господи. Как он тащит этот момент от Аутиматики. Это стрельба от этого тяжеловеса команды Клауд. Это десятка. Но после такого оптикам будет еще тяжелее вернуться в эту встречу. Отдали один в три. И очень хороший выход от оптиков. Они все сделали правильно. Они просто побежали на Б. Довольно быстрый раунд агрессивный. И сделали размены. Но, знаешь, просто все получается у Клаудов. И это даже не даст. То есть на дасте была больше заруба. Было больше таких жестких моментов. Которых могла выиграть та или иная команда. Но здесь просто однокалиточная катка. И вот ты видишь, когда даже 100% ситуация для оптик нужно забирать. И все равно просто чела расперло в хлам. Он просто взял и уничтожил. Ну и тут его расперло. Но тут стоит отметить, что оптики действовали против него по одному. То есть в каждой перестрелке он действовал один на один. И это просто критическая ошибка от атаки. Я даже не знаю, если честно. Пять Калаши уже есть на руках. Ограниченное количество раски. И так у оптиков действие через верх-низ. Это будет сжатие аплента. Но во всяком случае просматривается этот тактический маневр от атаки. Ну и автоматик понимает, что нужно уже отходить грамотно. Очень все это дело опять же оформляет. Молотов откидывается на боковой. Оттуда пока агрессии от команды оптик не будет. На флай у нас в коннекторе. Раш перед Б. Три игрока у Cloud9 на точке Б и два на точке А. При этом сейчас играют пассивно в рукаве. Клоуда они отдали эту позицию полностью. И два игрока стоит у нас на пленте. Это скадудл и автоматик. Ну хороший сетап. Тут калаши, тут же АВП. Это очень серьезный такой аргумент для того, чтобы принимать аплент. Ну и вот начинается выход 3 плюс 2 от оптиков. Поехали. У нас на дефолте Аутиматик. Хорошая позиция для того, чтобы действовать вместе с кадудлом и шраудом. И уже есть минус по на флайу. Раш тут же отвечает. Аутиматик за машиной борется как лев. И оформляет Арика. Шрауд тоже подключается. Станислав на репике. 2 в 3 ситуация. И Аутиматик сейчас выбивает бомбу. Я не понял, почему там Раш пытался найти своего оппонента, а не прошел на бомбу и попытался там вместе с Станиславом действовать. Ну да ладно. Все-таки смогли Cloud9 защититься в очередной раз. Ну и пока что оптик гейминг ничего не могут противопоставить своим оппонентам. Очень крутой кобл, говорили они. Вот оптиков и ты говорил. Я в принципе вам поверил. Я на самом деле не был уверен, что у них там крутой кобл. Ну как-то я думал, что знаешь, парни пикают кобл, да? Четвертьфинал, серьезная стадия. Но при этом пикнув кобл, они играют его отвратительно, если честно. Ну на данный момент в этом матче непосредственно. Ну что ж, Шрауд забирает Миксвелла, врывается под флешку. Рашта уже отвечает с Тэг Найном. Слишком простой минус от Скадудла. И он отворачивается от этого тэга, который там будет его пушить на оранжево. Станислав уже просто бегает у нас на точках. Что вообще происходит в этом раунде? Тарик забирает Скадудла, который убивает Раша, рашящего его, как бы это ни звучало, через пристройку. 2 в 3, но все-таки вот Автематик приходит в оранжевый и порядок наводит. Забирает Тарика и не перестеливает Станислава. 46 хп, вот его остается, но против него сейчас Стьюит Окей и Натин, который имеет контроль над бомбой. Ситуация 2 в 1 для Стасика. Он должен здесь придумать, я не знаю, что-то невероятное для того, чтобы выиграть этот раунд. Ну как бы можно подождать смог, когда он у нас развеется. Кстати, опять же, рановато он кинул огонь, он под этот огонь мог попробовать выйти. Но сейчас получил также огонь в ответ, там его нашивает. Ну, в целом тяжело будет здесь пройти через эту... Да, Стюи там с Натингом четко разыграли, не дали шансов вообще никаких Станиславу. Но этот плохой бай в целом, это было подобие форсбая, от оптик заканчивается ничем. 12-2 это разгром для оптиков. Действительно, игра в атаке оставляет желать лучшего от этих парней. Ну и Клауда тут очень уверенную и крутую защиту показывает. Размазывает своих оппонентов по этому Кабблстоуну без шансов, я бы даже сказал. Но есть последний раунд первой половины, пять калашей от оптик гейминг. И попытка выйти хоть на какую-то уверенность перед второй половиной. Натинг уже подсаживается на дерево, там Миксфилл готовит раскидку. Вблизи станции у нас летит оскорочная граната, но никого не дымажит, потому что, в принципе, у нас глубокие позиции от команды Клауд Найн. И выпад от Миксфилла, Натинг слепущий, замечает соперника, еще ему на голову просто падает. И забирает Миксфилла, еще и второго спрейд, нет, не получается. Тарик все-таки на репейке 4 в 4, но у Стюи классная позиция, он должен убивать одного. Второго нет, не получается, Раш отработал, 3 в 2. Неплохо он морозился в смоке, Аутиматик под флешку врывается. А там в курятнике что, он погибает, почему с бомбой Тарик в курятнике? Ну что за бред, Аутиматик науфлай делает минус по Аутиматику. Ситуация 1 в 1, у Скадула АВП он показывал хорошую игру, он просто не мажет. Он за всю сторону, по-моему, ни одного раза не промазал. И Скадула просто великолепным хедшотом закрывает науфлая в первой половине. 13-2. Красавцы, красавцы Клауд Найн, очень классная игра. Аутиматик 20 на 6. Ну, мы что-то подобное видели от ловела в стане команды Мовспорс на карте Демираж. Но сейчас он просто разбирается со своими оппонентами без шансов. И, ну, остальные только делают какие-то ключевые минусы. Просто поддерживают своего лидера. Аутиматик последнее приобретение команды Клауд Найн. Игрок очень хорошо вписался. И последний, кто у нас был, уже, наверное, все-таки Аутиматик по времени нахождения в команде. Уже опередил своего предыдущего. Слэмми. Слэмми, да. Ну, и вот Аутиматик действительно в этом матче очень хорошо раскрылся. Оптики. Оптики Кобл, конечно. Да. Да, ребят, напоминаю вам, что это выбор команды Оптик. Карты Кобл Стоун. Защите абсолютно. Ну, их соперники не почувствовали. И, ну, атака. Ну, на самом деле эти выпады. Вот пытались вроде как комбинировать. Вроде как у нас был и мидл. И выходы через верх-низ. То есть мы их не можем упрекнуть в том, что они ходили на дропрум. То есть это самая основная точка на карте Кобл Стоун. И она должна шататься. Мы с тобой об этом всегда говорим. Она шаталась. Ну, как она шаталась? Она, опять же-таки, подшатывалась. Но потом уже эти выходы на точку А и на точку Б не работали. Потому что очень крутая стрельба от команды Cloud9. Оптики просто не перестреливали соперника. Они не чекали дефолтные позиции на плато. Там этот стилет УК, который был в углу. Он просто там жил. Делал ключевые минусы тоже. Там по минус 2, минус 3. И я даже не знаю, что можно сейчас посоветовать оптикам. Что посоветовать оптикам? Все? Ни фрага врагу. Ни сантиметра назад. Ни шагу назад. Ну, да, это очень хороший совет. Но я надеюсь, что сейчас во время того, как они разговаривают по смене сторон, они сейчас как раз-таки друг другу такое сказали. А клауда понимают, что сейчас, знаешь, берем пистолеточку и все, и закрылись. Сейчас они что-то нашифруют, придумают. Даже можно сделать фейк. Главное установить бомбу. И это уже будет очень серьезная такая заявочка. Они смогут потом уже в третьем раунде спокойно себе сделать бай и никуда не спешить. Ну, то есть, в принципе, это все просто для клаудов. А вот оптики в очень тяжелом положении находятся. Ну и на флай два фрага всего-навсего. Нужно отметить это тоже в первую очередь. Еще раз повторюсь, мы не часто видим вот этого парня с такой статистикой. Пока что провал. Но обвинять его в чем-либо я бы не стал. Потому что в целом-то проигрывает полностью вся команда. У всех не летит, все проигрывают свои дуэли. Ну и сколько у нас раз было такое, что два в два, три в три ситуации. Один на один, и никто не выигрывал, никто не побеждал. Это говорит о том, что да, точечно кто-то какие-то минусы делал, но только на разминах. То есть не было такого, что кто-то врывался по минус два делал и вел свою команду за собой. Да, не было, не было. Очень частая инициатива вот при всех выходах, при всех разменах всегда была в первую очередь за игроками команды Cloud9. Именно они диктовали свои условия при попытке выхода оптиков на ту или иную точку. Ну и, собственно, ну и опять же тот же момент там с автоматиком, да, в ситуации один в три. Скадудл, который тоже очень хорошо отработал в рукаве, просто закрывал там постоянно оптиков. Сколько туда не ходили, они постоянно там получали кучу дэмэджа от него. И Скадудл очень круто отыграл этот Кобл в защите. Все классно отыграли, и наконец-то Скадудл, уверенность с АВП, надеемся, что завтра будет точно так же. И если у нас Cloud9 пройдет, хотя я думаю, что у 90% зрителей нет вообще никаких сомнений в этом. Но мы уже не раз отмечали, что он крайне нестабилен. Но здесь ключевые минусы давал, и, соответственно, был очень крутым препятствием для команды Оптик при выходе на точку А, потому что за нее отмечал Тайлер Летхем. Ну и Nothing вместе с ним. Оптик гейминг. Сейчас есть момент, все или ничего, потому что они близки к тому, чтобы вылететь с ландфинала четвертого сезона из Альпра Лиги. Слишком плохое у них положение. Ужасное. Не знаю даже. Даже не знаю. Ну, все упирается в пистолетку, и потом в серию каких-то девайсных раундов, чтобы можно было зацепиться за игру. И знаешь, это опять же, ты можешь зацепляться, зацепиться. Нет. Тут вопрос в том, как будут действовать Клауда. Клауда-то тоже понимаешь, что им всего-навсего два раунда до ничьи. Поэтому, знаешь, тут у них в плане их действий развязаны руки. И фейки можно делать, на которые, опять же, будет вестись оппонент. Да, посмотрим. Ну, вот у меня был к тебе вопрос, смогут ли возродиться у нас оптики после провального, ну, не провального, а после проигрышного такого Даста. Хотя там они могли зацепиться, согласиться. Там был один раунд, когда вот они проиграли пистолетом. Но, возможно, вот как-то подкосились по морали вот после этого Даста. Хотя я в это не верил. Честно, я тебе скажу. Вот я думал, что все-таки оптики потащат Коблстон, и все будет решаться на оверпассе. Ну, как подкоситься по морали? Ты, в принципе-то, играешь первый пик своего соперника. Ты играешь, там борешься. Ну, есть у тебя там варианты выиграть. Ну, ты там проиграл карту. Окей. Все. Ну, ты не можешь подкоситься по морали. Если бы ты проиграл 16-0 или 16-2, тогда да. И то, опять же, ты должен после этого выйти на свою карту и сказать, а, ну, пацаны, все, там мы забыли, как бы теперь новая история. Сейчас мы должны, вот мы играем в свою игру, там показываем лучший свой Counter-Strike. И сейчас должны уже, как бы, действительно себя полностью реализовать. Но вот эта игра в атаке, конечно, ну, то есть, ты знаешь, как бы, игра в атаке тоже, это такое понятие. То есть, в принципе-то, они могли делать эти же тактики и в каких-то моментах просто перестреливать Cloud9. Тогда был бы другой счет. Но вот и делалась тактика, и была вроде мысль, но Cloud9... И ничей корреспозиции. Вот, я ни одного Молотова на плато не увидел, честно вам скажу. Да, там Стюи постоянно делал килл. Ну, да, и плюс у нас есть Смок Уллафа, который называется. И, ну, да, только один раз его кто-то там кинул, и на флай... Ну, да, на флай у нас обычно ходят на плато от команды Optic Gaming. Но, в целом-то, дефолтные позиции не чекались, они не зонировались с Молотовыми, хотя в некоторых раундах у нас, у команды Optic Gaming, все было хорошо по закупкам. То есть, я не понимаю, куда летели эти гранаты. То есть, даже стены Смоков дефолтной не было, которые сейчас все команды абсолютно юзают. Смотри, Гайс, мол, да, технические проблемы у нас с обсерверами. Они вылетели с сервера, соответственно, мы будем ждать. У нас обсерверы, кстати, это парень и девушка. Ну, в смысле, они как бы могут обсервить по очереди, наверное, даже не знаю. Но знаю, что вот Prius и Sapphire — это очень часто используемые обсерверы на ивентах от ESL. Ну что ж, ждем мы пока возобновится эта встреча. Ну и, соответственно, у команд сейчас, возможно, есть какая-то возможность поговорить по поводу того, как отыграть пистолетку. Хотя я напоминаю, что когда у нас технические неполадки, то вроде как у команд выключается TeamSpeak. — Непонятно. Это у нас мы тут спорим, постоянно обсуждаем. Но так, в общем-то, до конца и не знаем, как оно там работает. — Ну, когда во время матча, во время матча, когда… — Я не слышал, рассказывал. — Во время матча нельзя говорить, вот когда техническая пауза. И когда берется тактическая пауза одной из команд, то противникам тоже нельзя говорить. — Ага. И техническая пауза тоже нельзя говорить. — Да. Обеим командам. То есть если это связано, опять же, с тем, что у кого-то там выключится компьютер, или неполадки с сервером, там, если обсервер вылетел, например, то тоже обеим командам нельзя вообще не произъяснить слово, не писать в час, что самое интересное. Вот. И также у нас, я напоминаю, есть такое правило на ивенте от ESL, то, что нельзя носить головные уборы, которые закрывают уши. — Очень интересная история. — То есть можно носить вот кепочки, шапочки. — А Амиран постоянно уши закрывает. Надо проверить, что там нужно. — Ну, я думаю, что это направлено на то, чтобы избежать, возможно, каких-то шучков в ушах, я не знаю. — Наверное, чтобы видели просто судьи уши, да, чтобы они видели, что в ушах. Потому что, на самом деле, можно какой-то микрочип внедрить там в ухо, знаешь, типа засунул такой, типа... — Вполне. Вполне, ребят, особенно... — Пятый-пятый. Выкликаю безлич бобикиф. — Так и есть. — Так и есть. Ну, наверное... — Не, ну реально сидит чел в зале, смотрит там спекта и говорит там, типа, визит. — Там вообще-то на B идут, раздуплись. — Тем более мы знаем, что ESL, они очень серьезно подходят к этим всем делам, то есть к контролю вот... — Ну, это хорошо. Это, на самом деле, ну, профессионализм он добавляет. И в этом плане мне тоже нравятся вот эти вот решения с тренерами. То есть, когда замутили, да, там, тренера не дают ему говорить. Потом ему 30 секунд размутили микрофон, мол, типа, давай говори, ваш выход. — На самом деле, я вот читал буквально перед этим матчем, зашел на сайт SHLTV.org, там есть интервью от NBK, от члена команды Envias, который выжидался очень жестко насчет этого нового правила по 30 секунд. Он сказал, что оно абсолютно бессмысленно. То есть, уже у нас есть много игроков и, соответственно, там, комментаторов, аналитиков, которые выступили уже за это новое правило, но игроки говорят о том, что оно pointless. То есть, бессмысленное абсолютно. Оно не помогает и только ухудшает матч. — Ну, видимо, Envias просто, NBK немножечко поднялся за последнее время, начал показывать хорошую игру, появилась уверенность, и он решил, знаешь, вот, типа, свое мнение. А, Нипам проиграл. На самом деле, тут, знаешь как, он считает, что это, ну, бессмыслица, а я считаю, что это очень хорошее, позитивное решение. Да, там, я, в целом, не согласен с тем, что урезали именно тренера в плане координации, то есть, не дают ему во время игры говорить, да, я считаю, что это плохо. Но, в целом, опять же, мы не можем, как бы, диктовать условия. Нам говорят, мы эти правила либо принимаем, либо не принимаем. То есть, тут, знаешь, можно рассказывать, писать, но вот есть, по факту, у нас есть правила. Ничего плохого я не вижу в этих таймаутах. Это, наоборот, как бы, добавляет некого такого, ну, спортивного, спортивного элемента, как бы, в КС. И он украшает игру. Если мы еще дойдем до замен, то вообще будет спорт спортом. Ну, что ж. Ребята, вторая пистолетка, оптики защищаются. Cloud9 будут атаковать. Они уже парализают просто мечом точку A. Находятся на боковом, уже спускаются даже через нижнюю арку. И, возможно, будет выпад у нас на точку A. Там абсолютно слепущий Тарик забирает Nottingham. Но от такого никто не может быть застрахован. Раш также остеет голову Шрауду, работает за машиной. Получает хэдшот, но главное, что живет, собирает очень много на себя фокуса от противника. Стюй, аутиматика. Какие минусы по Рашу на Флайо и Тарику? Это уже 3 на 2. Как же вот начиналась вся ситуация? Была в 5-3. Станислав заходит с мидла. Очень хорошая у него позиция. Дефузов нет. Возможно, дефузы были у кого-то на планете. Я увидел Станислав, что Стюй находится за машиной. Но справа над Станиславом находится человек команды Cloud9. Вот его задетектили. Это Миксвал. Увидел там Скадудло, дал информацию Стасику. Стасик врывается. Ну, сзади ж тебя, чел! Ну, как же так? А как все хорошо начиналось в этом романде? Да. Слепущий Тарик забирает. Там еще и его поддержал его тиммейт. А дальше только голоки от команды Cloud9, которые попадали по шапкам своих соперников. Взбивали их. Ой. Оптики все-таки проседают. Проигрывается вторая пистолетка. Уже 14 раундов станет команда Cloud9. У них все просто шикарно. И, возможно, мы увидим счет разгромный 16-2. Но сейчас будет попытка от оптиков. Это бай. На все деньги. Я сейчас немножко расстроен вот этой историей. Вот такой, знаешь, вот бесславной игрой от оптиков. Не ожидал. Да, мы ждали зарубу, на самом деле. Хотелось увидеть 3 карты. И на оверпассе за этими командами посмотреть. У нас уже Станисло вместе с Микселом делает минусы. Но дальше что? Дальше только Cloud9 отвечает. И у нас, возможно, повторение предыдущего раунда. Рааа! Шмак седьмерка, которая работает против Шрауда без каких-либо проблем. Но дальше вот у нас идет выпад от Натлинга из Кадудла на точку А. Будет бомба поставлена. Натлинг должен заходить на плент, устанавливать бомбу. Непонятно, чего он сейчас ждет. Оптики понятно, чего ждут. Оптики ждут, когда будут действовать террористы. А вот что ждет Натлинг, пока не ясно. Станислав подобрал калаш. Тут у него его соперник в данной ситуации. Это Скадудл, который находится на медле. Скадудл, кстати, знает, что там где-то есть игрок команды Оптик. Для оптиков большинство в этой ситуации, но очень тяжело будет. В любом случае нужно выйти еще с девятки и с купы. Учитывая то, что Станислав очень красный, уже отлетает от Скадудла. Замечает соперника. Дает инфу Натлингу, который по ней выдвигается. За рашем забирает его. Нафлайя тут же отвечает на противники. Один на один ситуация. Максимерка против UMPшки. Натлинг танцует против соперника на дефолте. Замечает соперника за этим кубом. Ну и просто дальше продолжает от него морозиться. Все очень правильно делает у нас Джордан Гилберт. Но здесь уже без шансов для Нафлая. Даже если убивает соперника, то не дефузит бомбу. Не успевает. Отличный отыгрыш. Идеальная игра от Натлинга. Он просто тут супер. Вот знаешь, мороз не раз меня спасал. Ну и собственно, что нам продемонстрировал Натлинг. 15-2 это Борода. До пола. До пола. Просто выросла за полчаса буквально. Ну да, тут слишком быстрый этот Cobblestone. Мы ожидали борьбы от оптиков. Но пока что Cloud9, ну я не знаю. Кто бы мог подумать, что 2-4 финала закончится 2-0. При том, что матч Nip-Envy никак не располагал к 2-0. Там должна была быть вообще заруба. Там была заруба на второй карте. На допах. Но тем не менее. По факту это у нас 2-0-2-0. Ну и вот Cloud9 будут, судя по всему, бороться завтра. Видишь, Nip-Envy там даже по скилу был намного выше матч. То есть по скилу игроков по тому, как делались минусы. И как вообще, в принципе, отыграли обе команды. Просто Nip-е оказались сильнее соперника. Ну и сейчас Cloud9 близки к тому, чтобы выйти в полуфинал этого замечательного чемпионата. И встретится завтра Small Sports. Стюит ОК уже убивает Станислава. Это все у нас происходило на миде. Станислав, кстати, был на точке А там один-одинешник и решил поджать. Но это решение было, конечно же, не самым правильным. Четыре калаша и одна ОМП-шка от Cloud9 в этом раунде не играет очень медленно. Оптики, ну, не знаю уже, можно ли тут говорить, что без права на ошибку. Тут уже просто жесть. Тут без вариантов. 13 матч-поинтов для Cloud9. Я не знаю, вот тут очень тяжело оптикам что-либо будет сделать. Подсадили Миксвала. Внедрялся он в дроп-руме, но мы видим, что Nothing действует очень аккуратно. Да и в целом команда Cloud9 играет тут просто безошибочно. Не хотят даже давать шансов малейших оптикам. Твердой рукой хотят сейчас прибить просто своих оппонентов. Но Тарик врывается под флешку, забирает автоматика. Скадудл. Тут как тут. Раш последний. Один в четыре. Бомба уже выдвигается на точку А. Но здесь Раш будет пропускать соперника. Ну, в любом случае, что дальше? Да ничего. Уже все. Один в четыре. Раш забирает шрауда. Ситуация один в три. Бомба устанавливается. У Раша нет диффузов. Есть флешка. Есть калаш. Будет выходить с хелпы. Возьмет ли Раш здесь один в три. Ну, мы в целом говорили о том, что у него игра не складывается. И Nothing его закрывает. Это разгром. Это разгром. Это 16-2. ГГ, ВП. Браво. Команда Cloud9. Фууууууууу.